да запись 27 июля утренняя молитва приветствую всех друзья слава богу спасибо тебе господь господи благослови эту молитву благослови всех нас благослови боже всемогущий всех подключающихся и кто в записи потом будет смотреть благослови эту молитву прими как фимиан благослови господь сегодня всю нашу киевскую архиепископию реформаторской православной церкви христа спасителя всех православных реформаторов обновленцев спасибо тебе господь боже вчера мы вспоминали александра виенского одного из тех кого ты использовал господь как свой сосуд тогда 20-30 боже всемогущий благослови сегодня нас продолжать дело реформации обновленчества аллилуйя пусть слово твое господь оно звучит бесперестанно непрестанно во всей земле нашей аминь да друзья слава иисусу христу слава навеки богу святому и ни в ком другом нет спасения дамы и господа братья и сестры ибо нет другого имени под небом данного нам людям которым надлежало бы нам спастись которым спасены которым спасаемся и сегодня дорогие друзья друзья церковной реформации братья и сестры дамы и господа сегодня хочу начать со слова божьего даже этот фрагмент из писания цитата некоторые из этого из этой из этого фрагмента я значит поставил как бы обложкой на трансляцию на ю тубе чтобы уже было как бы так знаменательно как бы отмечено как бы это все из послание иуды читаю с нового завета послание иуды послание иуды очень короткое да мы знаем очень короткое одно из самых коротких в писании его невозможно было поделить на главы это всего лишь одна глава это письмо нельзя было она по краткости очень короткое такое значит нельзя было поделить на главы поделили только лишь на стихи и вот я хочу из этого короткого и послания прочесть несколько стихов два стиха двадцатый двадцать первые стихи читаю все на данном переводе послание иуды двадцатый двадцать первые стихи возлюбленные обращение ко всем нам потому что это соборное послание да вообще все писание на богу вдохновенно но ко всем применимо и благоставляемость сегодня боже спасибо господь и ко всем адресована сегодня возлюбленные назидая себя на святейшей вере вашей молясь духом святым сохраняйте себя в любви божьей ожидая милости от господа нашего иисуса христа для вечной жизни аминь еще раз если вы следите то можете сами прочитать у себя в библиях послание иуды двадцать первые стихи возлюбленные и это применить их себе сейчас слово божье но применимо к себе тем более что касается обетование благословений и пожеланий таких это то сто процентов применимо поэтому я сейчас это тоже к себе применяю и верующие братья и сестры тоже себе к себе применить это и скажите да я я возлюбленный или возлюбленная если вы сестра то скажите возлюбленная скажите и или вот я говорю так я возлюбленный да я не какой-то там такой такой терпимый богом как бы нет возлюбленных богом возлюбленный небо любит меня бог мой любит меня отец мой любит меня господь мой любит меня я дитя Я возлюбленная, я не просто пасынок, или второсортный какой, или терпимый такой сын в доме, или раб вообще, нет, я принятый, я свой, я любимый, я любимый, и давайте это скажем, я возлюбленный, и я назидаю себя на святейшей моей вере, моя вера святейшая вера, потому что я верю, что так, настолько сильно возлюбил Бог этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, уж это самая святейшая, наисвятейшая вера наша, поэтому это моя святейшая вера, я назидаю себя на святейшей этой вере, И вот дальше говорится, молясь Духом Святым, погружаясь в этот Дух Святой, молясь Духом Святым, Аллилуйя, сохраняйте себя в любви Божьей, Многие сейчас тоже вопрос задают, как сохраниться в этом мире прелюбодейным и грешным, как сохраниться, Господь-то говорил, помните, да, не молю, чтобы ты взял их из этого мира, но чтобы сохранил их от зла, То есть он о нас молится, чтобы мы не убегали по монастырям, по кельям, чтобы не убегали, где-то там, знаете ли, Дух Монашества такой, ну это искушение для верующего всегда, Дух Монашества, убежать, спрятаться, закрыться, как бы сам по себе, вот, значит, моя хата с края, ничего не знаю, как бы вот такой, значит, весь мир, он возле, я вот сам по себе спасаю свою душу, Иисус вообще сказал, кто хочет спасти свою душу, погубит ее, вот, это путь не просто обманный, Это путь вообще, по сути, к погублению души на самом-то деле, вот, значит, на самом-то деле, путь к спасению один, это сам Иисус Христос, путь к спасению один, ибо так возлюбил Бог мир, и Бог во Христе примирил с собой мир, как вчера я читал, да, кто подключался на, значит, или на Фейсбуке, или на Ютубе, здесь в трансляциях этих, параллельных таких трансляциях, то помните, да, что я читал как раз из, значит, послания, то что, еще раз прочитаю, как раз это из собой, На предстоящем соборе в августе будут тезисы, и вот один из тезисов, как раз из Писания, 2 Коринфянам 5, 19 Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения, вот, святейшая вера наша, слушайте, о, аллилуйя, и как сохранить себя от зла, от греха, вообще, значит, от всего, как сохранить, спасаться ли вот где-то так вот, спасение утопающих, дело рук самих утопающих, не, но ни в коем разе, ни в коем разе, Такие утопающие потопнут в житейском этом море бушующем, слушайте, но у нас есть спасение, у нас есть спаситель, и вот каким образом, значит, сохраняя себя в любви Божьей, то есть наше спасение в любви Бога, И я любимый Богом, я любимый моим отцом, говорите это, понимайте, вникайте в это, каждодневно, просыпайтесь, и первая мысль, и это скажите своими устами, только проснулись, еще, только-только, еще лежите на постели, и скажите тут же, Я любимый сын Бога, или дочь, соответственно, Бога, я любимый, или я любимая, моим Папой Небесным, моим Отцом, сохраняя себя в любви Божьей, в этом наше сохранение, в любви Бога, ожидая милости от Господа нашего написано, Иисуса Христа для вечной жизни, сегодня очень многие люди ожидают бедствия, и даже написано, что последние времена они будут характерны тем стрессовым состоянием, когда люди будут даже издыхать, умирать от страха перед грядущими бедствиями, даже не от самих бедствий, а от ожидания вот этих бедствий, это печально, но это факт, к сожалению, сегодня даже неверующие врачи, значит, и ученые констатируют этот библейский факт, будем так говорить, к сожалению, но, братья, сестры, для верующих не так, если люди неверующие, вот, не знающие любви Бога, к сожалению, видите, даже умирают от этого, стресса, значит, и болезни всякие, значит, приходят в их жизнь, значит, да, и издыхают, написано в Библии, ну, такое страшное, старое славянское слово, которое сейчас малоупотребляемо, вот, значит, от бедствий, от грядущих бедствий, от страхов этих, да, но дал нам Бог верующим духа небоязни, но силы любви и целомудрия, да, мои господа, братья и сестры, и, значит, ожидая милости сегодня, ожидайте милости, если неверующие, если не знающие любви Бога, ожидают сегодня всяких напастей, всяких проблем, то мы ожидаем верные и святые, ожидаем милости от Господа нашего Иисуса Христа, для чего? Для вечной жизни, то есть даже и не только для временной жизни, не только в этой временной жизни Господь с нами, Он и в вечности с нами, то есть постоянно, и ничто не разлучит нас, никакая тварь, никакое творение, ни настоящее, ни будущее, ни прошлое, ничто абсолютно нас не разлучит, ни ангелы, ни демоны, ничто, все любящим Господа и призванным по Его изволению способствует ко благу, потому что мы ожидаем милости, написанной от Господа нашего Иисуса Христа, для вечной жизни, Аллилуйя, спасибо тебе Господь. Еще раз вместе прочтем 20-21 стихи, молитвенно прочтем, потому что сегодня молитва, утренняя молитва, включение, это сейчас я сделал включение с утренней молитвы в нашей здесь Киевской архипископии. А вы, возлюбленные, пишет Иуда, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа, для вечной жизни. Аллилуйя. И молясь Духом Святым, погружайтесь в Дух Святой, молитесь Духом Святым. Вчера был вопрос как раз, вчера был вопрос тоже на семинаре, как раз вот я делал трансляцию и, значит, на Ютубе, и на Фейсбуке делал трансляцию. И вопрос был, значит, по поводу тоже духовного роста и крещения Духом Святым. Отдельно об этом надо будет проводить тоже семинар. Но вообще-то Иисус говорил, что кто будет веровать и крестится в меня, то есть погрузится. Крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа, крещение во имя Иисуса Христа или как еще, знаете ли, в одно погружение, в три погружения. На самом деле креститься в Его любовь, погружаться в Него, в сущность Отца, в сущность Сына, в сущность Духа Святого, погружаться в сущность нашего Спасителя Господа Иисуса Христа. Ты это я, я это ты, ты это я, я это ты. Мы погружаемся друг в друга, я погружаюсь в Него, Он погружается в меня. Аллилуйя. Тем более сегодняшний день, сегодня полнолуние месяца Аф библейского календаря. В солнечном календаре гражданского исчисления сегодня 27-е, у нас июля 2018-го сего года, 2018-й год на дворе. А в библейском исчислении, если считать от сотворения мира, то там лунный календарь, во-первых, во-вторых, по годам сегодня на дворе у нас, сейчас у нас 5778-й год. От нашего пра-пра-пра-пра-пращура, пра-отца Адама и пра-пра-пра-пра-пра-пра-мамы нашей Евы. Прошло не так много лет, в общем-то, не как нам в школе раньше говорили, там миллионы лет, сотни тысяч лет развития, не-не-не, даже 6 тысяч лет еще, согласно Библии. От Адама прошло 5778 лет. Вот в сентябре, значит, будем отмечать как раз вот этот праздник библейский, он называется Йом-Труа, значит, это праздник трубного зова в Библии, праздник трубления, праздник трубы. Значит, и не то, что как труба всем, да, значит, как бы нет, хотя в каком-то смысле труба всем, да, потому что, ну, в таком не грубом смысле слова, потому что однажды мы знаем, что при гласе Архангела и при трубе Божией Господь сойдет с неба. И мертвого Христе воскреснут прежде, потом и мы, оставшиеся в пришествии Господне, восхищены будем на облаках, встретены Господа на воздухе, и так всегда с Господом будем. И мы утешаем друг друга такими словами, потому что в этом наша святейшая вера, христианская наша вера. Уже два тысячелетия мы в ожидании вот этих апокалиптических прекрасных событий, конечно, и страшных, и драматичных, но прекрасных своим финалом, потому что если для неверных, для неверующих, все, фенита ля комедия, что называется, да, приплыли, то для верующих лишь это начало, лишь это старт. Это как разговор двух, ну, анекдот такой, или неканонической притчи, говорят, да, разговор двух нерожденных детей в утробе матери, двойня в утробе матери, и вот они разговаривают перед родами. Вот, один говорит, значит, слушай, а есть ли жизнь вообще после родов? Вот, другой говорит, не знаю, говорит, вообще-то оттуда никто не возвращался. Вот, и поэтому, конечно, мы вот ожидаем все вот этого конца света, говорят, да, значит, но верующий ожидает конца тьмы. Вот, слава Богу, собственно, начало света, настоящего, настоящей реальности, конец этой реальности, начало настоящей реальности, правдушного, настоящего мира, аллилуйя, спасибо. Спасибо тебе, Господь, аллилуйя, аллилуйя, назидая себя на святейшей вере нашей, аллилуйя, аллилуйя. И сегодня, да, вот сегодня ночью, кто заметил, я выходил тоже вот, смотрел ночью, прекрасно вообще вид такой полнолуния, месяца Ав. Сегодня полнолуния, месяца Ав, сегодня пятнадцатая уже, пятнадцатая Ава, с четырнадцатого на пятнадцатая Ава, как раз вот, значит, Туби Ав, на еврейской традиции нашей, мы так называем это, некогда в Израиле. В древности, согласно исторических свидетельств, это был один из самых веселых, прекрасных праздников. Вот сегодняшний день, Туби Ав, да, он был некогда во времена храмов, еще вот, значит, он был один из самых веселых. И, да, полнолуния, Алекс пишет, было, да, сегодня полнолуния, да, было, и, значит, и есть, собственно, вот этот день, еще день, Туби Ав называется, значит, полнолуния месяца Ав. Для нас, конечно, это еще утешение большое. Вот, и в чем был праздник этот, что, значит, с разных колен Израиля, согласно Библии, был снят запрет на то, чтобы жениться, выходить замуж с других колен Израиля. Вот, и именно Туби Ав, этот месяц, полнолуния этого месяца, было избрано для вот этого женишения, будем договорить, да, значит, юноши одевались нарядно, значит, там, торжественно, красиво, и выходили, значит, в эти сады, в эти вот поля, в эти сады, в эти рощи еврейские, где было много девушек. Девушки готовились много месяцев для этого, собственно, готовились к этому празднику, шили себе платья, даже самые бедные девушки, самых бедных семей еврейских, старались изо всех сил, откладывали каждую копейку, копили порой не один год даже, на то, чтобы вот именно к этому сватовству, как бы к этим сматринам, вот, красивое слово такое есть, старое русское, сейчас оно не употребляется уже, в принципе, потому что обычай исчез, такое уже смотрины называются, когда, допустим, приходили представители, значит, там, допустим, жениха, значит, да, и смотрели на невесту, вот, значит, жених там присутствовал, допустим, вот, как вот принято было в Поволжье тоже, я родился в Поволжье, вот, значит, и тоже еще застал немного вот такие обычаи, жених, значит, там, все его там товарищи, значит, ну, родители, конечно, это в первую голову даже, значит, и родственники, там, дяди, тети порой приходили тоже, то есть, ну, толпа большая довольно приходила, вот, и они смотрины были, то есть, приходили в семью, вот, будущую, ну, невеста, да, значит, который готовился к тому, чтобы выйти замуж, вот, и они смотрели ее, вот, смотрели не просто, конечно, физически, а оценивали всячески, потому что там были разные люди, и чем больше людей, тем лучше ее смотрели, наблюдали за деталями, наблюдали за ее поведением, как она, ну, по хозяйству, как она, ну, одним словом, какая она жена будет, вот, и потом после смотрины уже либо браковали ее, либо, значит, одобряли, вот, и, конечно же, жених имел право, там, значит, это уже, ну, мы жили в советское время, значит, и, как бы, и проигнорировать советы, значит, родственников, вот, но, в принципе, если он умный человек, он, конечно, прислушивался к советам, особенно родители, конечно, вот, значит, я застал немного еще пацаном еще, вот, значит, начало 70-х, помню, как раз еще застал еще некоторые смотрины такие у нас в Поволжье, вот, вот, и в татарских семьях были еще смотрины, сохранялись еще такие, то есть, вот такие старинные обычаи сматрин, у меня родня татарская большая, вот, и, значит, и вот, вот этот Тубиаф, еврейский праздник, он, в общем-то, да, его можно назвать сматринами такими, вот, и, конечно, оценивали и родственники, но здесь, в еврейской традиции, в первую очередь, сам жених и сама невеста, то есть, именно он и она в первую очередь оценивали самих себя, оценивали друг друга, и, притом, самое интересное, Тубиаф, он считался именно праздником, ну, таким божественным праздником Духа Святаго, потому что указывало на возлюбленного, помните в «Песне песней» в Библии, в Библии, а Библия – это книга всех книг, и в книге всех книг есть песня всех песней, это песня любви, и в этой песне всех песней, которые в книге всех книг, есть стих всех стихов, они, ледоди, ведоди, ли, на иврите, да, на русском синодальный переводчик перевел так, «Я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленному и мне», вот это действительно песня любви, и вот многие стихи из «Песни песней», собственно, эта книга «Песни песней», они пелись тогда, как раз вот в этот праздник, вот, и девушки заранее раньше выходили в эти сады со своими платьями, нарядами своими, переодевались там, то есть они шли из домов своих, значит, чтобы никто не видел с этими нарядами, вот, бедные девушки и богатые, чтобы друг друга, ну, как бы, значит, ну, как бы не завидовать, вот, и не давать повод родственникам для пересудов и соседям, брали эти платья и несли с собой туда, значит, в сады, а потом уже в садах в этих, они делали следующее, удивительный обряд, значит, именно в еврейском народе он был, в других народах я не слышал о подобном вообще обряде, удивительно, у нас в татарском народе, вот, по матери Татарин, мама моей Брагимова, вот, я спрашивал, значит, не знали старики о таких обрядах вообще, вот, а в еврейском был такой обряд интересный, девушки обменивались платьями, то есть они отдавали друг другу платье, допустим, и часто было так, что богатая девушка одевала как раз именно бедное платье, вот, сшитое бедной девушкой, вот, а девушка бедная одевала часто богатое платье, хотя не обязательно, но часто оно так и было, и, значит, и они себя прикрывали, то есть их почти не было видно, то есть как такового, ну, как фата, не фата, вот, у нас принято называть, вот, значит, мало того, что лицо прикрыто, фактически не видно, значит, и плюс еще платье неопределенно, то есть вполне возможно, что обмануться можно было на внешний вид, и знаете, в чем была идея сматрин, чтобы вот еврейские юноши там в садах, чтобы они прислушивались голосу своего сердца, чтобы не просто смотрели на внешность, на платье или лицо, и то, и другое было обманчиво, то есть лицо было прикрыто в смысле, там нельзя было сильно ничего разглядеть, вот, значит, и даже, может быть, не очень красивая девушка, допустим, примеру, значит, там, да, значит, чисто физиологически, физически, она закрыта вуалью такой, значит, и она, может быть, выглядела, ничего, значит, и, допустим, очень сильная красавица какая-то, была прикрыта, значит, этим всем, значит, и она могла выглядеть так сравнительно, так, значит, не очень хорошо, как бы, значит, из-за этого прикрытия, то есть это все делать для того, чтобы юноши, они готовящиеся, вот, жениться, да, значит, чтобы они прислушивались голосу своего сердца, чтобы не просто они, значит, как вот сейчас, допустим, да, значит, порой люди по перепискам, да, значит, друг друга находят, знакомятся и говорят, надо же, удивительно, значит, далеко человек, но очень близок мне, да, вот, по духу, по мыслимой, и все, и вот они пели, и вот это время пения, как в песне песней как раз поется, и это пелось тогда, вот на этот праздник, Тубиав. Время пения настало, голубица чистая, вот он идет, Господь грядет, Мой возлюбленный грядет, вот он идет, Господь грядет, Мой возлюбленный грядет, мой возлюбленный прекрасен, Краше тысячи других, Ведь его подобен кедру на подножьях золотых, Вот он идет, вот он идет, Мой возлюбленный грядет, Вот он идет, вот он идет, Мой возлюбленный грядет, Аллилуйя, в Новом Завете говорится, что Иисус Христос, как жених, он тоже стучится таким образом, на картинах обычно рисуют, что он стучится руками. Нет, он стучится своим пением, он стучится своим голосом, он говорит так, кто услышит мой голос и отворит мне дверь, войду к нему и буду с ним вечерить, и он со мною. Побеждающий наследует все. И, дамы и господа, братья и сестры, он сегодня стучится в двери сердец людских, не каким-то стуком, да, порой и так к неверующим, в частности, стучится чаще всего таким стуком сверхъестественных чудес, знамений, знаете ли, каких-то кризисов, шмызисов и прочих проблем порой, стучится в двери неверующих. Но в двери верующих он стучится не таким стуком, а чаще всего стучится, хотя иногда и таким тоже, но чаще всего стучится стуком своего пения, стуком своего голоса. Кто услышит мой голос, как в этой песне песней поется, потрясающе, аллилуйя, голубица чистая, выходи, аллилуйя. Так что, Туби Аф, сегодня этот день прекрасный, восхитительный день пения. Сегодня, конечно, не женишаться, сегодня нет сматрин, сегодня не выходят в поля, сегодня в сады, сегодня нет таких обрядов. Но касательно нашего небесного жениха, касательно грядущего Господа, это прекрасно, об этом поразмышлять. И я снова и снова, паки и паки, на этой утренней молитве прочту из послания Иуды, 20-21 стихи. Возлюбленный пишет, а вы возлюбленные, да, я возлюбленный, я возлюбленный, скажи, я возлюбленный, и я назидаю себя на святейшей вере моей. Молясь Духом Святым, молись Духом Святым, погружайся в Дух Святой. Если не кричен еще Духом Святым, сознание молитвы на иных языках, то прямо сейчас проси Бога всемогущего. И Он, Отец Небесный, даст Дух от просящего Него, 100%, без исключения, 100%. Принимайте, как и спасение, верой, и начинайте говорить уже те нечленораздельные слова. Дух воздыханиями нечленораздельными Он молится. Сохраняйте себя в любви, сохраняем себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Сегодня ожидайте милости от Господа нашего Иисуса Христа, молясь Духом Святым, погружаемся в Божий Святой Дух. Мы в Него погружаемся все больше и больше, а Он погружается в нас все больше и больше. В этом таинство, в этом великая тайна, потому что мы познаем Его, и Он познает нас все больше и больше, глубже и глубже. Он увидит себя в нас, погружается в нас, и печать, которую Господь ставит на верных своих и святых, на нас, братья и сестры, это и познал Господь своих. Аллилуйя! И да отступит от неправды всякой делающей, значит, и да отступит, одним словом, святой от всякого беззакония. Господь, спасибо Тебе, Боже Всебогущий. Аллилуйя! 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 Да. Аллилуйя. Хочется, конечно, прочесть. Хочу прочесть и Слово Божьего. Аллилуйя. Ну, из посланий к евреям мы уже это, да, прочитали. Вот. Вот. Но твердое основание, 2 Тимофея 2,19. Основание Божье стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господа. Вот так вот. Аллилуйя! Аллилуйя! Здесь очень хорошо, очень красиво по тексту. Читаешь разные переводы, когда, то действительно, порой, значит, есть своя какая-то изюминка в каждом переводе. Я уже стал забывать уже синодальный, кстати, текст. Чаще переводы, сейчас читаю современные русские переводы, или украинскую Библию читаю. Значит, очень мне понравился украинский текст. Она такая мова, украинская мова, она такая мелодичная, значит, такая вот певучая, квитучая. Вот ей петь очень хорошо. Говорить мне проще на русском языке, а вот петь проще украинской мовой. Она такая вот, в ней есть вот элементы интересные, потрясающие, такой певучести. Потрясающие. Особенно песни песней украинской мовой вообще потрясающие песни. Твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господа, написано. Переводится на дальнем по-своему, интересно. Всякий исповедующий имя Господа. Аллилуйя. Всех святых и праведных, да, эта печать есть. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Благодарю Тебя, Господь Божий. Молясь, Духом Святым, Господь, на Святейшее веренность задает Тебя, Господь. Спасибо Тебе. Благодарю, Боже всемогущий. Слава Тебе. Благословен Бог наш всегда, ныне и вовеки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешитель, Дух Истины, Ты, что везде пребываешь и все собой наполняешь, Сокровищница благ и жизни подателю, Ты пришел и вселился в нас, И очистил нас от всякой скверны, И Ты спас благой души наши. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, Хвала Тебе. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, Хвала Тебе. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, Хвала Тебе. Слава Отцу, Сыну, Святому Духу, ныне и всегда, во веки веков. Аминь. Отец наш, Ава, Отче, Егова, Бог Аврама, Исаака, Якова. О, Аллилуйя, 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 Господь Всесильный. Сущий на небесах, Отец Мой, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы, прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, избавь нас от лукавого. Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь. Аллилуйя. Благоставляю всех вас, братья и сестры. Вот Роман пишет Богу, хвала, в имя Иисуса Христа. Аллилуйя, Господа, Аллилуйя. Аллилуйя. Благоставение Господне всех вам, дорогие друзья. Вот, и благоставляю благоставением священническим. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Своим на Тебя и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Аминь. Да, с миром Божьим, братья и сестры. И еще объявление в конце, кто досмотрел до конца объявление. Сегодня я буду проводить семинар пораньше. 15.00, 16.00 и 17.00 по киевскому времени. А в 18.00 уже эра в шаббат буду трансляцию делать. Эра в шаббат. Почему пораньше? Значит, сегодня. Потому что, ну уже шаббат на носу, да, значит, и сегодня подготовка. И семинар, посвященный, как раз, значит, крещению Руси, 1030-летие крещения Руси, личности князя Владимира и событий самого крещения Руси. И современного крещения Руси, Украины и вообще всей Руси. Слава Богу. Да и всего мира, крещения. И вообще крещения сегодня, даст Бог, сегодня, как раз, куплю даже иллюстративные эти вещи. Дай Боже, успеть все. Вот, и, да, время пошло уже, да, слава Богу. Вот, и завтра я буду проповедовать здесь, в Киеве. Вот, рядом, здесь метро Черниковска. Черниковска только с другой стороны. Там, где СНЛ, офис, офис СНЛ. Запомните, офис СНЛ в интернете можно брать. На Попудренко. Вот, там буду проповедовать я с 11 часов. Церковь исцеления народов. Вот, значит, в воскресенье у нас в церкви буду. Значит, с 9.00 литургия, служение, проповедь и общение. До 19 часов, наше арендное время. Улица Олегида Первомайского, 6, на станции Метрокловская. Вот, это УТОС, вход через проходную. В понедельник, здесь же на Попудренко, где СНЛ, только вечером в 19.00 я провожу семинар в Киевской еврейской мессианской общине. Под их эгидой, крылом, они арендуют этот зал. Для меня, значит, на понедельник в 19.00 на Попудренко приглашаю возле станции метро Черниговска. Буквально два шага от станции метро. Где Новус и чуть дальше. Вот, слава Богу. Хорошо, благоставляю всех вас, братики и сестрички, во имя Господа Иисуса Христа. Да, и в понедельник еще до этого, ну, это, ладно, это уже потом. На утреннюю молитву подключайтесь в 6 утра. Благоставляю всех вас, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь. 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 Аминь.